Мошенничество с банковскими картами онлайн Стать жертвой мошенника можно не только на улице. С развитием технологий охотники за наживой быстро освоили и виртуальное пространство. Рассмотрим, какие схемы работают в интернете и как можно обезопасить себя от кражи. Место действия – сервис объявлений. Если вы решили купить товар с рук или продать ненужную вам вещь, будьте внимательны. Мошенники нередко играют роль покупателей или продавцов. На ваш товар находится крайне заинтересованный покупатель, который готов перевести аванс на ваш счет и просит у вас не только номер карты или номер телефона, но и код проверки подлинности карты – три цифры на обратной стороне. Такой подход должен вас насторожить, ведь для перевода денег достаточно знать только номер карты. Если вы покупаете товар с рук, у вас могут попросить предоплату и сообщить все данные карты. Если перед вами мошенник, то в лучшем случае вы останетесь без денег, которые отправили авансом. В худшем, если у вас попросили все данные карты, рискуете остаться и без средств на счете. Как это предотвратить? Будьте осторожны, покупая товары с рук через социальные сети или специальные сайты. Всегда старайтесь проверить потенциального покупателя или продавца по отзывам. В сообществах и на сервисах обычно есть черный список и покупателей, и продавцов, а также есть модераторы. Проверьте профиль продавца. Часто мошенники создают фальшивые страницы с минимумом информации. Место действия – социальные сети и мессенджеры. Ваш друг прислал вам личное сообщение с просьбой одолжить денег или со странной ссылкой. Это значит лишь одно – аккаунт вашего друга взломали. Незнакомый человек пишет вам личное сообщение, в котором предлагает стабильный и высокий доход за некую несложную работу. В сообщении нет конкретной информации, но есть ссылка, по которой вы якобы найдете подробности. По такой ссылке нет работы мечты, разве что компьютерный вирус. Часто мошенники представляются сотрудниками известных брендов и компаний из любых областей. Вам обещают кредиты под низкий процент, большие скидки, бесплатные товары или говорят, что вы выиграли в конкурсе. Чтобы получить приз или скидку, от вас требуется всего ничего – сообщить данные вашей карты, паспорта или все сразу. Как это предотвратить? Если странные сообщения через социальные сети шлет ваш друг, как можно скорее позвоните ему и выясните, действительно ли ему нужна помощь, или мошенники взломали его аккаунт и могут обмануть кого-то еще. Ссылки из сообщений незнакомцев – это не лучший способ искать заработок в интернете, потому что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если незнакомцы пишут вам от лица компании или бренда, лучше уточнить информацию на официальном сайте компании или на ее странице в социальной сети. Крупные компании редко проводят конкурсы, в которых вы можете победить даже не участвуя, и никогда просто так не запрашивают ваши личные данные, а тем более данные карты. Место действия – электронная почта Вам на почту присылают письма с обещанием подарков, денег и кредитов. Мошенники пытаются заманить вас чем угодно, предлагают работу с большой зарплатой, которую вы не искали, пишут, что вы выиграли машину, присылают ответ на якобы ваше письмо, просто хотят познакомиться поближе. В строке отправителя может быть как неизвестный вам человек, часто иностранец, так и известный сайт, платежная система, онлайн-сервис или банк. Ничего страшного не произойдет, если вы просто откроете письмо, но не переходите по ссылкам и не скачиваете вложения из письма. Так вы рискуете заразить компьютер вирусом, который позволит мошенникам его контролировать, и тем более не вводите данные вашей карты. Как это предотвратить? В почте есть встроенный спам-фильтр. Часть подозрительных писем всегда попадает в специальную папку. Но несмотря на это, всегда обращайте внимание на заголовок письма, его отправителя и содержание. Компании всегда рассылают почтовые рассылки с одних и тех же адресов и редко допускают ошибки в письмах. А вот мошенники часто пишут с большим количеством ошибок, нечитаемых системой символов и перевирают названия компании в адресе. Не переходите по ссылкам из таких писем и не скачивайте вложения из них. Мошенники копируют известные сайты, используя похожее название компании и оформление. Например, вы хотите узнать, есть ли у вас штрафы в ГИБДД или как оформить кредит онлайн, а попадаете на фишинговый сайт, то есть сайт-клон. Если вы введете на таких сайтах свои данные, они попадут в руки злоумышленников. Как это предотвратить? Всегда обращайте внимание на адресную строку браузера. На сайте-клоне будет допущена ошибка. Оплачивайте покупки только через сайты с защищенным соединением и значком платежной системы. Внимательно изучите и содержание сайта. Как это предотвратить? Скачивайте приложение на телефон только в официальном магазине. Обращайте внимание в первую очередь на разработчика программы. В официальных банковских приложениях указан сам банк. Внимательно читайте описание и не скачивайте приложение сторонних разработчиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...